Добрый вечер Недавно такой же добрый вечер состоялся у меня с Анатолием Кучереной, известным вам деятелем, ваш адвокат. И мы говорили про ваш демарш в отношении Ельцин-центра. Ведь действительно, быть трижды, говорят государственные премии, и все в 90-е годы, все в ельцинское время. Вам разве же не хорошо было в 90-е? Разве Ельцин не открыл окно возможностей для многих людей? А какое отношение имеет Ельцин-центр, о котором я говорю, к Ельцину? Да, вот об этом и поговорим. Имеет ли он отношение к Ельцин-центру? Музей президента страны необходим абсолютно. Я об этом говорю и говорил, и убежден, что он должен быть. Просто, так сказать, либеральные СМИ пытаются столкнуть мою точку зрения с памятью Ельцина и с его семьей. Это абсолютная, так сказать, профанация, это подмена очень серьезная. Дело в том, что именем Бориса Николаевича Ельцина в Ельцин-центре происходят абсолютно разрушительные действия на сознание маленьких, особенно детей. Когда им показывают мультипликационный фильм «Восьмиминутный историю страны», где вся история страны – это мерзость, кровь, предательство, идиотизм и репрессии. И только с приходом Бориса Николаевича страна обрела светлое будущее и настоящее, так сказать, без прошлого. Потому что прошлое было безобразно. Когда туда приходит восьмилетний мальчик, не обремененный большими знаниями в истории, и смотрит это, к нему вкладывается уже автоматом представление о том, что вся история его страны до 90-го года – это мерзость, которую надо стыдиться и забыть. Вот и все. Когда в этом музее, так сказать, мы видим присутствие огромного количества людей, получивших возможности в 90-е годы, и не видим ни одного человека, который, будучи человеком знаменитейшим, известнейшим, много сделавшим, но не разделяющим, так сказать, либеральный взгляд, его там нет. Там нет ни одного человека, который, так сказать, считает, что развал армии – это плохо, что продажа за копейки флота – это плохо, что переформатировать военный завод на производство игрушек или кастрюли – это плохо. То есть там все время идет, так сказать, подтасовка. Там рассказывают о героическом времени, сложном времени, героическом времени, о том, что произошло в Чечне, абсолютно преступная война, об этом не говорили, ну и так далее. КОНЕЦ КОНЕЦ